Вообще вот, добыла всё-таки интернет, вот поэтому я прочитаю вам стихотворение про шаманов. У алтайцев, пишет Вербицкий, шаман не выбирает самому стать шаманом, не принимает свой дар добровольно, всячески сопротивляется. Это такой инкубационный период, а дар как инфекция, как генетическая аномалия, передающаяся по наследству. Дух предка рвётся в слабое тело, давит, бьёт, наступает на горло, нападает. Температура при падке страшная боль. Потомок сопротивляется, не спит, не выполняет ритуалов, не делает бубна, даже не ходит вблизи священных мест. Иногда, впрочем, может отбиться, не принимать на себя шаманство, не потакать воли предков. Это, как правило, вводится дорого. Сумасшествие, смерть. Там все эти симптомы называют шаманской болезнью. Говорят, некоторые могут сопротивляться духам годами. А духи гложат кости шамана, рвут его мясо, приказывают комлать, шепчут тайны вселенной, кричат о них в оба ухо. Наконец, одержимый согласен принять посвящение, чтобы только освободиться от постоянного шуба, чтобы лечь и уснуть. Танцы для солнца, кормление духов с руки, беседы с демонами, посиделки с богами. Все, что угодно, в обмен на минуту покора, на час тишины, на год одиночества и на целую жизнь для себя самому. Спасибо.